В ожидании значительных улучшений на рынке, компания отправила многих своих сотрудников в отпуска, без содержания, на сокращенную рабочую неделю или не на полный рабочий день, с целью сохранить этих специалистов до первых же признаков улучшения ситуации. Однако во многих отраслях это улучшение не наступило. Поэтому в преддверии нового года, и мы так ожидаем, что это декабрь и январь, количество прекращенных контрактов рабочих с людьми будет значительным. Но на фоне того, что в предыдущие годы, начиная с 2003 года, годовая динамика роста заработных плат была значительная и менее 10% до 2008 года ее не было, то есть в отдельные годы среднегодовая динамика роста заработных плат достигала 25-26%, то нулевая отметка сейчас это скорее всего минус. Потому что нулевая отметка, как вы понимаете, не перекрывает инфляционный коэффициент. Самое главное то, что рынок труда начал восстанавливаться, начало расти количество вакансий, стал повышаться запрос на персонал как в агентство, так и в открытые источники, работные порталы, журналы, газеты, просто объявления. То есть количество вакансий с осени начало значительно прирастать. Пока не замечен значительный рост заработной платы, но по нашим исследованиям до 40-50% компаний заявляют о том, что в следующем году они планируют повысить заработную плату в размере от 5 до 10%. Понятно, что вряд ли это превысит инфляционный коэффициент, но это уже что-то по сравнению с 2009 годом. Скажем так, количество компаний, которые планируют сокращение персонала, уменьшение персонала по сравнению с данными годичной давности сократилось в 4 раза. Безусловно, где-то до апреля шло у основных игроков значительное падение бизнеса, апрель-май произошла некая стабилизация и с июня месяца, с июня-июля начался рост. Рост плавный, медленный в целом. Есть отрасли, в которых мы имеем значительные приросты, просто такие космические. Компании-работодатели будут более серьезно, вдумчиво относиться к таким вещам, как кадровый резерв. Естественно, это различные оценочные мероприятия, то есть оценка персонала, грейдирование, тестирование, с тем, чтобы выбирать, то есть с тем, чтобы использовать максимально потенциал своих же сотрудников. Стремительного, бурного роста вакансий мы не ожидаем. Но люди, которые являются профессионалами, хорошими специалистами высокого уровня, они будут в цене, к ним будут проходить точечно. В ряде отраслей, которые сейчас серьезно задумались об эффективности бизнес-процессов, возможно, начнутся планомерные, может быть, малозаметные, но все-таки сокращения. То есть на производственных предприятиях будет меняться оборудование, ставятся более новые технологические линии, которые сами по себе будут требовать меньше занятости, меньше рабочих рук. Мы находимся в постоянном контакте с Рострудом, сейчас еще с рядом государственных структур работаем. Мы участвуем в разработке ряда документов, ну не нормативных, а практических документов, связанных с рынком труда. У нас сейчас в разработке совместные проекты с рядом госструктур, связанных с иммиграционной политикой, с региональной занятостью. Озвучить я, к сожалению, пока не могу эти проекты, потому что неуполномочен, они находятся в стадии проработки. Но мы работаем с государственными структурами и понимая, что в такой большой стране, как наша, и с теми проблемами, которые есть на рынке труда, частный бизнес, какой бы он продвинутый и социально ответственный не был, без помощи и даже без руководящей роли государства эти вопросы не будут решены.